не ветерка доброе утро что там что-то ловится подлещика поймал все доброе утро расскажите пожалуйста как у вас дела рыбы нет временное явление там же что-то колышется потом вдвоем сереже колывания и лег обратно спать это шо чью это понятно не клюет конечно никто ж не ловит просто закинули думаю сейчас будет ловиться надо скормить место прикормить его в конце концов друзья как бы там ни было но человек должен оставаться человеком даже на рыбалке правильно и чистить зубы умываться не превращаться какого-то поросенка вокруг себя делать какие-то нормальные человеческие условия более-менее комфортабельны они через блин трое суток рыбалки о по-моему еду к нам прийти как дикобраз домой поэтому гигиена превышей сил после тиражник посидушек конечно немножко конечно головка боба но все сегодня ловим отдохнули и хватит ночью так вы лишь шакалы потом под утро начали летать лететь перелетать гуси да какие еще звуки ты слышал ну и храп кучу промышленников в том районе до сетки кидали вы хочу одну сетку здесь видели ну не видел а это о чем оказывает о том что тут нет рыбы о нет это это выделу это вы ловите вернее не ловите и эту проблему спихивать и на понятно кого в основе вон промысловить решает он они тут сетки только налаживают вот сейчас посмотрите а выкидывает они дальше ну и что вы что не спихиваете на промыслове не рыба смотрите когда стояли просто промысловики выиграли я не ловлю потому что тут сети стоят теперь их тут нет я не ловлю потому что там и сети ставят в общем вы как-то определитесь начинаете уже ловить конце концов в первую очередь переубедить валентина нужно только так чтобы самому поймать карта и как показать ему что рыба есть но даже косвенные признаки что она есть просмотить это чешуя с собой привезли рыбу да 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 и везде собираем чешуя прошлых рыбаков осталось не говорит косвенно рыбаки не ходят чешуя рыба ходит чешуя которые они привезли короче все понятно утром утром у нас ой по башке получил кормушкой стоит не знаю посмотреть интернет но морда леща получается а тело тарань что ли но на червя отзывается карпушек ох ты все все хотя бы такой ну на уху пойдет да так что же сумочка выглянула учиться там восток запад чистый южный ветер подул то его не было не было и вот он подруг так друзья на карповое удилище я поставил ему кушатник с нашим крючком все для клева вот такие вот и попробую на него такой силиконовую кукурузу такую посмотрим к чему это приведет что там о первый сомик так и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok конечно мелковато ну что есть как говорится чем богато тем и рады вот они вчера перекрытили с исходим я же говорю те зовут эти говорят о ребята тут вообще-то как бы есть коров и довольно таки много сами не скажем доброе утро доброе что там у нас рыба хорошенький слушай на червяда друзья это утро третьего дня нашего пребывания здесь я чуть-чуть не забрасывал вот лёня уже поймал красавчик сейчас будем тоже забрасываться а 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 ну вот такой карасик красивый ну все серёж тебе уже надо меньше делиться с кем-то чем-то ну Видишь, настроение сразу у него улучшилось. Паша, расскажи, как тебе наше поездка? Замечательная поездка на Дунай. Вообще всегда хорошо, красиво. Красивые места, мало народу. Лебеди плавают, шакалы бегают, волки всякие. Воют, да? Воют, да. Тут вообще красота. Красота и природа, и отдых. Лучше, наверное, нету места. Ну, поездка у нас получилась замечательная. Дунай это особенное вообще место. Здесь обалденная природа. Море удовольствия, море позитива. Редко получается выбраться на подобные далекие выезды. Но, в общем-то, никогда не жалею о подобных выездах. Компания замечательная. Уха, шашлык. Ну, все как положено. Все замечательно. Поездка, в принципе, супер. Поляна классная. Все разместились. По рыбе, что сказать. Здесь, в принципе, без рыбы остаться не остались. Ребец. Вот такой. Вчера вроде бы показывали, да? Караси стандартный. Караси здесь 300 грамм. В принципе, в Деньстре такого нет. Карпа пока не видел. Ребята там карпа словили. Я еще на грани того, что должен споймать. Буду стараться сегодня до 12. Все супер. Рыбалка супер. Отдых супер. Компания супер. Все очень-очень сильно понравилось. Единственный, конечно, есть минус, что сегодня уже домой. Хотелось бы еще остаться на пару дней. Такого отдыха. Ну, все, хорошая рано или поздно заканчивается. Поэтому будем сегодня финишировать и собираться на следующий раз. Готовиться, так сказать, на следующий выезд. Хочу поделиться своими эмоциями за час, проведенный на рыбалке. Поддержали массу задоволения. Блин, бачите, чекал рік цего звонка, цего поведомления, когда меня уже пригласили на Дунай. Подыхать свежим воздухом, помиловать этой великой водой. Ну, рыбалка чудовая. То есть рыбу мы ловили. Конечно, не было таких трофеев, как в минулого года. Но мы с нетерпением, у нас еще час до третьей годы не есть. С нетерпением чекаем. Дякую за организацию. Сашу, Валентину, хлопцям, которые нас привезли. Паши. Он чудовый шашлык для нас сделал. В общем, природа классная. Мы чуть-чуть на эмоциях, конечно. Тут и дичи куча, и коровы, и вовки. Ну, в общем, круто, да. Все, дякую вам за увагу. Буду еще доловливать своих этих 2-3 годы. Ну, в следующий раз поедешь? Обязательно. Обязательно. Чекает один звонок, да? Все, да. Ну, давайте, чтобы не рік чекать. Там, может, не знаю, недели 2-3 хотя бы. В этом году пока погода нас радует. Пока не холодно. Что, еще раз? Ну, а что, нет? Добрый. Нормально еще? А, высадим більшечки, да? Не, картика. Да, тут самый більший. Хлопцям. Это какие-то маленькие. Нормально? Чуть-чуть більше нормы, может, и нормы? Нет, тут чуть-чуть більше нормы. Ну, как раз поделишься с Валентином трохи, наверное, и все бы дровал. Нет проблем. С кем, с кем, с Валентином? Я уже одним одним. Палаткой делишь? Палаткой делишь, уже эмоцию рыбы поделитесь уже. Квадратными метрами поделился уже. Впечатление классное. Компания классная. Погода классная. Посидели. Трошки рыбы поймали, конечно. Отдохнули, да? Кто ехал за большой рыбой, у того облом. Кто ехал отдохнуть, тому хорошо. Лично я отдохнул, посидел. Рыбки чуть-чуть половил. И хватит, правильно? Да. Но норму взял и хватит. Крупной нет рыбы. Зато погода классная. Ночи, как белая ночь. Такая луна светила, что можно практически без фонарика было ходить. И сейчас, ну, ветерок, солнышко, тепло, светло. Мухи не кусают. Все прекрасно. Мега рыба, мега, мега, нано, нано технологии, нано рыбы. Место, в принципе, интересное, но как-то по клеву не очень получается, удачно складывается. То есть я взял одного карпа, притом это было, я так понимаю, не система, а случай. Карп не крупный. По мелочи, фидер там такой, вот я даже не бросал, не начинал. Пробовали все, кормились. Горох, кукуруза, макуха, пенопласт, два вида червя, опарыш. Все молчит. То есть силиконовая кукуруза. Разные виды монтажей, разные виды поводков, флюрик на поводковом материале. Результата не дало. Дистанцию брал и до русла, и в русло, и на ближней бровке, и под берег. То есть пока результата нет. Сейчас вот еще раз перезаброшусь. Заброшусь, сейчас усилилось течение. Там 250 грамм поставлю груза, сносит. 125-150 сносит. И будем как бы ждать, может быть, что-то и повезет. Ну ты приехал за рыбой, я правильно понимаю? Я, помимо всего прочего, как бы получаю удовольствие от процесса вываживания, от процесса поклевки. Это безусловно, это эмоции, как бы, и вот эмоций не хватает. По остальным вопросам все супер просто. Место спокойное, тихое. Тут вот дикая природа, столкнулись вчера с ней. Очень интересно. То есть, в принципе, так все отлично. А поподробнее расскажи, как столкнулись с ней. Ну что, тут местные, я вчера с ним имел беседу. И он говорит, койоты вас не мучили. Я еще удивился, какие койоты, где мы и где койоты. Ну вот, видели фонариком светишь, они подошли довольно близко. Метров, наверное, 30 были уже от нас. Стая. Глаза светятся, завывают. Ну, такие эмоции, конечно, интересные. Понятное дело, что страха не было. Но не очень приятно, скажем так. Ну, далеко отходить в туалет не хотелось. Дальние даже удочки я не пошел проверять. Так они всю ночь постояли, потому что мне не хотелось туда отходить. Как гурманы, микс. Говядина, свинина. Классический рецепт. От нашего шеф-повара. Ну. От мега-шеф-повара. Завтрак. Завтрак туристов, да. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, шо, Варенин, где корки? Завтрак. Памки нет. Да, не? А, да, может быть, Валера. А, памки нет. Да. А шо они там кушают? Листья от кукурузы, которые печем. А-а-а. Кинули листья туда и не сладко, вкусно, да? Ну да, вот, видишь, живут? Судит температура? Он правильно поступает. Кабанчиков, свиней прикармливают. Что ж, друзья, вот так заканчивается наша дунайская трехдневная история. Как вы заметили, в этот раз трофеи нас не порадовали, но мы очень хорошо провели время. Отдохнули душой, набрались сил в единении с природой, оторвались от городской суеты и едем домой в прекрасном настроении. Если вы хотите присоединиться к нам в следующих выездах, следите за анонсами в наших сообществах. Ссылка будет в описании и в первом комментарии к этому видео. Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Пока. Женя, ну что, спасибо тебе большое. Всегда рады помочь. Я надеюсь, для наших подписчиков, как и всегда, все для клевого, это клево. Как вы видите ситуацию, люди приехали с Одессы тоже по вашему каналу. Да, то есть по ссылке в описании, можно найти будет Женю. Если вы говорите, все для клевого, это клево, скидка 10%. Как обычно, как в прошлом году. Женьке, спасибо. Все, до новых встреч. Давайте, ждем гостя.